Здравствуйте, ребята! Начнем с загадки. Отгадайте и поймете, о чем пойдет речь на уроке. Есть и водный, и воздушный, то, что движется по суше, грузы возит и людей. Что это? Скажи скорее. Правильно, это транспорт. Тема урока «Какой бывает транспорт?». Сегодня на уроке мы узнаем, какие бывают виды транспорта и для чего они предназначены. Познакомимся с правилами поведения в транспорте. Ребята, посмотрите на картинки. Каким словом можно их объединить? Правильно, все это транспорт. Транспорт – это средство для передвижения и перевозки людей и грузов. Давайте попробуем определить виды транспорта. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, отправляется в полет быстроходный вертолет. Воздушный транспорт. Летит птица небылица, а внутри народ сидит, меж собою говорит. Что это? Самолет. Воздушный транспорт. Бежит, гудит, в два глаза глядит. Только красный глазок глянет, как вкопанный станет. Автомобиль, наземный транспорт. Удивительный вагон. Посудите сами. Рельсы в воздухе, а он держит их руками. Троллейбус, наземный транспорт. Я в любое время года и в любую непогоду, очень быстро, в час любой, провезу вас под землей. Метро. Подземный транспорт. На море, в реках и озерах я плаваю, проворный, скорый, среди военных кораблей, известен легкостью своей. Катер, водный транспорт. Идет утюжок с прокопченной трубой. Морщины и складки ведет за собой. Пароход, водный транспорт. Итак, какие бывают виды транспорта? Правильно, воздушный, наземный, подземный, водный. В прошлом люди использовали для передвижения на суше лошадей и верблюдов, а по воде передвигались на лодках и парусниках. Предлагаю сравнить транспорт прошлого и настоящего. Выделим различия. Используются ли животные для перевозки людей и грузов в наши дни? Транспорт с древних времен играл в жизни человека очень важную роль. Одна из главных задач, которую он выполняет, перевозка продуктов питания, материалов, одежды, предметов быта в те места, где их нет или их сложно получить. В наши дни один из самых распространенных видов общественного транспорта – автобус. Давайте вспомним о правилах поведения в автобусе. Для этого воспользуемся памяткой. Как входить в автобус? Как вести себя в автобусе? Как выходить из автобуса? Не мешай пассажирам выходить из автобуса. Не входи в транспорт с мороженым и пирожками. Не разговаривай громко и не включай громкую музыку. В транспорте общественном будь спокоен и тих. Вежливо веди себя, уважай других. Жители Алматы могут очень быстро попасть из одного конца города в другой. В мегаполисе уже 10 лет действует метро – самый быстрый и комфортабельный вид городского транспорта. С составом метрополитена не мешают ни пробки на городских улицах, ни заснеженные заносы. Вагоны с пассажирами быстро и строго по расписанию движутся под землей. Начальная станция Раймбек-Батыра находится в районе пересечения проспектов Назарбаева и Раймбека. Конечная – Москва по проспекту Абая между проспектом Алтынсарина и улицей Утиген-Батыра. Промежуточные станции Жибек-Жолы, Алмалы, Абай, Байконур, Театр имени Мухтара Уэзова, Алатау, Сайран. Промежуточные станции Жибек-Жолы, Алатау, Сайран. В метро запрещается рисовать на стенах или расклеивать объявления, провозить громоздкий багаж, заходить за ограничительную линию у края платформы, прислоняться к дверям вагона и мешать входу и выходу пассажиров, снимать фото и видео. Какие виды транспорта вы знаете? Вспомните, на чем и куда вы ездили. Самым быстрым транспортом в мире считается самолет. И это действительно так. Если хотите добраться из пункта А в пункт Б за считанные часы, лучшего варианта не найти. Авиалайнеры круглосуточно курсируют в небе и дают возможность людям пересечь границы, путешествовать, открывать новое и невероятное. В Казахстане действует несколько авиакомпаний. Самолеты нескольких из них летают только над нашей страной. Другие перемещают пассажиров и грузы во всем континентам нашей планеты Земля. Есть еще один вид транспорта, который вы все знаете. На чем ездят полицейские, медики и пожарные? У них свой транспорт, который называется специальным. Ребята, а как называется профессия человека, который управляет автомобилем? Водитель, шофер. Какие еще профессии связаны с работой на транспорте вы знаете? Машинист, таксист, капитан, пилот, проводник, летчик и другие. Узнайте, о каком транспорте сейчас пойдет речь. Двухколесная машина не дымит, не ест бензина, есть колеса, тормоз есть, можно на седло присесть, но на ней мотора нет. Это же велосипед. Он велосипеду брат, без седла и без педалей, на спине детей катает, невысокий самокат. Подведем итог урока. Составим синквейн на тему транспорт. Ребята, оцените свою работу на уроке на лестнице успеха. Уверен в своих знаниях. В основном уверен. Нужно еще повторить. Нуждаюсь в помощи. Спасибо, ребята, за урок. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok